все нет еще 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 нету да еще кто-то где еще кто-то в туалете ждем еще кого-то в туалете ну давайте постепенно сейчас будем спрашивать у всех осознавание за вчера после вчерашней встречи у кого какие были если были если были глубины и осознавания какие-нибудь там эффекты аффекты вот кто хочет начать давайте я шла в очень приподнят вообще настроение в хорошем себе так ощущала хорошо не очень много ответов пришло все один очень глобальный для меня я жила здесь как раз по аллее и меня когда пришел этот ответ в голову просто и такое ощущение что полетела не то что это настолько вот окрылилась и пока ехала в метро очень вот таких даже каких-то мелких там показали что вот вот они ответы очень вообще так рано проснулся я ожидал другого наоборот другой эффект это хорошо я всю ночь проспала еще бы 10 часов проспала давай ты говорил ты хоть хочешь что-то никто мне это не горит желанием так в общем а можно записывать камеру да скорее наоборот в том смысле что я как бы сам не записывал вот потому что как сказать наоборот есть даже такой способ если хочешь что-то забыть ты записываешь это на бумажку да бумажку выкидывать потому что дело в том что когда ты записываешь да ну как бы подсознание думает ага ты все записал можно это типа освобождать память вот бумажку выкинул и все ну это конечно не для всех это работает вот но для меня скажем так это в чем осознавание или что было в чем осознавание ну вот твой ответ на вопрос про то что вот чувствует тело там когда автобус бывает да вот именно чувство чем сознание тела как бы ты привел такому ну точнее скажем так я уже ну то есть ответ скажем договорился но это вот окончательно скажем так спормирувало в общем то есть ну еще скажем год назад да я как бы ну как бы начитался там еще умных книжек всяких да там про там ну как и я то есть думал что вот ну как бы тело там это всего лишь форма да то есть ну то есть как бы тело оно получается типа ну то есть пока в нем нет сознания но ничего не чувствует то есть вот то что мы там кривляемся эмоции держим это все то есть когда сознание находится в теле да вот тело как бы является выражением сознания вот в чистом виде и соответственно если грубо говоря вот сознание выходит из тела да то тело это просто так как кусок мяса да если грубо сказать потом именно ощущение было такое что вот типа вот есть как бы сознание и пока вот сознания в теле нет оно как неживое да то есть сознание может там вселиться как бы ну я не говорю что в неживые предметы в этой плотности возможно но тем не менее если вселиться да то вот типа вот оно так к чему ты пришел сейчас у меня была другая крайность вот скажем ну еще связанные с твоим видео но и до них как бы это у многих вообще есть момент вот другая крайность то что это было как сказать ну наоборот что вот тело да оно как бы вот ну живое да оно страдает да и вот страдает от того что вот там там я сознание там его не понимаю и так далее и тело оно вот страдает это было такое вот как бы больше чувство жалости да вот именно то есть как бы другая крайность и вот скажем вот связано с твоим ответом и и неделю назад у меня было вот это осознавание ну или несколько недель назад в общем я как бы тоже пытался там генерировать нежность и как-то чувствую как-то не это получается неестественно да и тело мне типа отвечает вот ну типа что ты делаешь да как будто ты меня жалеешь что ли и вот ну как бы вот этот момент что вот как бы такое пришло понимание вот уже четкое вот скажем что вот тело как бы да обладает как бы достоинством да причем огромным то есть и настолько что даже такое чувство было что даже большим чем достоинство меня как сознание да то есть и вот то что вот я как бы как сознание я не достойно своего тела вот было такое третья крайность вот и я там как как же это могу там заслужить уважение своего тела после встречи что вот это по аналогии как то есть то что ты часто говоришь там вот тело как месячный ребенок да у меня наоборот было чувство что это как бы я как сознание двухмесячный ребенок 400 очков значит но именно в том смысле что вот как вот вселенное тело так как бы терпеливо там вот мне там все показывают да я как маленький ребенок грубо говоря не понимаю там капризничаю и так далее не хочу слушать да ну терпеливо причем не в том смысле что тело терпит да а в смысле как бы терпение такое как бы ну трепетное такое отношение там осторожное они тебя не жалеют типа ой ты маленький двухмесячный именно именно вот как бы с чувством достоинства да вот потом я так попробовал как бы генерировать уважение к телу ну как то вот не очень получилось не за что да не знаю такой момент во первых значит во вторых вот вчера в разговоре за обедом я спросил типа я как-то не хотелось есть почему-то вот я спросил не расскажешь как там это почему он не хочет есть ну там я разговорки сказать не буду но у меня вот мысль такая была что вот типа из-за моего там нежелания понять как бы тело вот сейчас останется голодным потому что я как бы ну понимаю что реально как бы вот ну как бы там что там в животе место есть и стопудово я полчаса даже наверно буду голодным блин ну вот почему то вот сейчас не хочу есть потому что не хочу что-то понимать вот как бы вот был разговор да вот разговор закончился я уже там пошел да в туалете была и вот я догадывался буквально вот одна минута я чувствую как бы как бы как бы вот успокоился и вот вот хочет ну так вот появился голод и я доел все в общем как бы вот как бы подумал я в столе не хотел потому что была очередь я почему вернулся потому что ну смотрю там человек пять было и ну в общем короче да я еще успею поесть да вот в этом случае я ну как бы и как бы вот вчера я осознавал что из этого какой урок и вот я допускаю что действительно может быть просто мне нужно было поговорить скажем так да и все дело просто в этом могло быть но тут такой момент что мне не нравится то что как бы для этого нужно что-то снаружи поговорить почему я не могу как бы сам как бы эту потребность восполнить то есть именно конечно ну может может быть как бы что-то еще то есть или там самим собой то можно поговорить целостные не значит что ты больше ни в ком не нуждаешься чтобы общаться это получается все целостные идут в пустыне будут там жить и каждый отдельно там на полтора метра это все понятно но если грубо говоря возможности там поговорить вот на эти темы которые интересуют скажем не с кем то у тебя есть целое тело у тебя есть дневник можно писать вот мне говорю что вот именно потребность высказаться да вот она у меня как бы я присутствую и еще такой момент связанный с единством да вот ты говорила что там чтобы прийти там к этому вот нужно смотреть там почему почему мы не можем там любить там всегда там безусловие то есть а я еще не говорил как этому прийти очень просто то я сегодня буду говорить ну да что я говорила что это препятствует чувству не единство как бы это было в том что нужно все препятствия нет 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 идеи не в этом я сейчас буду рассказывать чем идея а так можно заколебаться до 50 лет убирать все эти условия я просто думал о чем что вот если посмотреть как бы да вот там что просветленные там говорят и вообще то что ну во первых значит четкого пути как бы к единству там не существует и точение не то что не существует неизвестного скажем так существует не существует но приходят же вот вопрос там то есть как приходит там до вот цель с Kidwell тоже рассказывают не можете даже повторить как бы свое ощущение потому что когда он приходит первый раз вы вы не знаете вы не предлагаете сюда пришло оно как бы пришло а потом уже вот и с единством то же самое, я думал так, что она говорит, тут же как бы наоборот, то есть есть как бы вот единство, да, это причина, а вот безусловно любовь это уже следствие, то есть вот это все как бы понять обычному человеку как бы как любить безусловно, ну это практически невозможно, а как бы вот единство, то есть естественное состояние, то есть это, ну как сказать, ну грубо говоря, в цивилизациях там других, мы сейчас вообще уйдем в другую тему, давай по моменту того, что ты осознал после встречи, что-то такое важное, вот четко, в нескольких коротких предложениях можешь сказать, что важного ты осознал после встречи, без предысторий, потому что предыстория уже была, то есть хотел бы тебе сначала это сказать, а потом подумал, что это как бы не вопрос, это просто утверждение, ты можешь сказать, что ты осознал после встречи, вот, нет, я закончить хочу вот это, мы сюда вызываем людей, чтобы они сказали, что они осознали после встречи, потому что у нас всего лишь 9 часов, и даже вчера времени не хватило, просто я с мысля собьюсь, это то, о чем ты говорила, есть потребность высказаться, но я тебя спросила, мне вот идея твоя понравилась, то есть я подумал, как бы, а почему бы и нет, возможно, именно в этом как бы смысл, что можно как бы обыграть это наоборот, то есть как бы не от причины к следствию, а от следствия к причине, то есть это может быть это и сработает. Это то, что происходит у тебя в голове, я тебя спрашиваю о том, что ты осознал после встречи, ты можешь, пожалуйста, ответить просто? Я все это думал после встречи, то есть я не знаю, вот, что значит осознавал. Осознавал, так как оно такое, ааа, я понял, такое было? Ну вот то, что вот в обед, там, вот с телом, как бы, да, в небольшом понимании, ну, я не знаю. То есть после встречи вечерами сегодня не было такого типа, ааа, точно, не было такого? Нет, ну дело в том, что у меня точно уже на протяжении там прошлого года было очень много. Сегодня, сегодня и вчера ночью, было или не было? Нет, наверное, нет, у меня точно не было, наверное. Тогда обратно. Да. Кто еще? Отсюда? Нет, сюда. Я не знаю, поделиться, но вряд ли, я бы хотел для себя уточнить. А это что, сейчас опять будет так же самое? Пытаться сжать вот то, что было. То есть у меня такое ощущение, что мы здесь все двоечники, которые согласились признать, что все-таки они... Если использовать терминологию перечня и планеты драконов, то мы, как плохие ученики, вскрыли некоторые пункты и думали, что прокатит. Ага. Оно не прокатывает. Появляется боль. Вселенная постоянно посылает человека, который наступает на больную мозоль и говорит, а вот здесь-то ты халтуришь. Ага. И признать, что ты действительно халтуришь, и не прокатит, да. То есть признать для себя, во-первых, не для кого-то, а внутри. Согласиться с этим, это уже достаточно для того, чтобы генерировать благодарность для себя и, в принципе, начать действовать. То есть что-то делать. А делать что, это уже обращение к телу. Ну такое я вчера помню. Ну вот есть не только, в смысле, мы двоечники, есть еще, например, краснодипломщики, вот, которые говорят, слушайте, там, у меня уже два высших образования, я хочу в шестой класс, но мне сотрите память, потому что, ну вот, мне нужно там научиться еще вот тому-то, как им это все объяснять. Поэтому вы сотрите мне память, мне нужно вместе с ними начинать. Ну так, к примеру. То есть есть и краснодипломщики, и те, у которых дофига очков, они говорят. Да, да. Вот. Я дальше, типа, экстерно. Да, да, да. А вопрос тогда вот еще о воле. То есть действительно ли? Нет, 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 тут не вопрос, мы только осознавание. Это надолго будет. Все, спасибо. Кто еще? Выходи. Ну у меня как бы есть осознавание, которое долбануло у меня ночью сегодня. Я задавала себе вопрос, ну не вопрос, может быть, мини-технику, Марата вспомнила, да, провела, что спасибо воплощению, спасибо подсознанию, причем сомнение было, спасибо подсознанию, не знаю. А потом спасибо сопротивлению, да ладно. Ну я как бы на уровне чувств, да ладно, ладно. Боль, какая там боль-то, ладно уже. Какое приснилось, боже, ну как бы это был ответ. Приснилось это, приснилось? Этот ужас просто приснился, как у меня, я поступаюсь, меня трясет и понимаю, блин, вот, как бы, и потом у меня сразу пазл, как будто бы, один момент, второй момент, все прямо встроив, такой встало, жуткий просто, вот. И сейчас еду вот уже сюда, думаю, может тут правильно, это и есть мое предназначение, как бы, ну вот этот ужасный сон, что это надо пережить, видимо, может я за этим родилась, собственно. Да, нет, предназначение связано с тем, чтобы расширить рамки социума. То, что ты будешь делать расширяется. Это связано все,да, я вчера сказала, что почему-то хейк происходит, а потому что происходит, потому что у меня страх этот глубинный есть, который мне приснился сегодня. А, то есть оно именно твой глубинный страх показало. Да, вот этот страх ужасно, вот это, что все осуществилось, это мне приснилось, просто жуть приснилось, и я поднялаNotesustra. Ну, как бы, вчера говорила, ага, спасибо сопротивлению, какое там, спасибо, да ладно, приснилось. окей спасибо еще кто оль так куда тебе сесть стульчик можно взять и рядом с маратом можно сесть вот можно только столько стульчик если а или вот-вот есть так кто еще у кого есть такие мега осознавание были вчера ли какие-то ситуации состояние еще нет ага страшная участь но мысль в голове идем домой иду-иду мысль пропадает тебе назад надо тянет ну как бы тянет назад именно к тебе как раз сюда то есть вернулся попрощался потом понесло тело по центру гулять то есть никакого волевого посыла самого не было то есть первая мысль идти домой ну а дома соответственно же без волевого посыла это погладить себя и так далее а что значит без волевого посыла посыла волевого посыла ну как бы мысль вот надо вот это сделать вот это ты идешь сознательно как бы делаешь надо поесть идешь заставляешься есть идем домой ты сидишь домой а это без этих мыслей было ну как как бы телом. В смысле, оно пошло домой? Без твоего решения. Ну, ты смотри, так у тебя станет, что ты ответственность перенесешь на тело, тело это хочет, тело это делает, потому что у вас же партнерство, да, ты спрашиваешь, а почему ты хочешь домой, может, она говорит, я хочу домой, потому что я там боюсь, или еще чего-то, и понимать надо, что же она хочет, почему она хочет домой, или что она хочет, почему она хочет вернуться, искать пока, что она хочет этим сказать? Телу задать вопрос, да, и в ощущениях смотреть, а вдруг она там что-то испугалась, а ты просто пришел домой, такой, ну, тело пошло домой, окей, а она говорит, ты что, вопрос мне задать-то? Понятно, спасибо. Спасибо. Так, все, все, окей, никого больше не вштырило, или все молчат. Ну, меня вштырило очень хорошо вечером. Вырубилось просто вообще, еще бы так послала часов десять, поэтому сейчас, не знаю, буду стоя, сидя, рассказывать. А может, чуть-чуть переместить сюда? Переместить сюда? Вот, поэтому я говорю, вот, если бы вот туда, да, так. А, так вы отлично. А я вот тут себя очень хорошо чувствую, понимаешь? Вот очень хорошо я здесь. Я в колледже я привезти. Может, дело не в ковре? Ну, хорошо. Сегодня день практики. Глажение себя, там, да, ножки, коленки. Почему нежность так не генерируется? Почему это абсурдно и все такое? Вот. Ну, начнем с простого. С простого, да. Сесть, что ли? Или не сесть? Не понимаю, что я хочу, сесть или не сесть? Вот у нас есть тело. В нашем теле двигается электричество, да, по нервной системе. Такая штука есть, кундалини, все они читали, да? А кто с ней знаком близко, вот, по всяким спецэффектам? А кто знаком с кундалини по всяким спецэффектам близко? Да ладно. Ну, что, нету здесь практиков, что ли? Я немножко. Я могу рассказать. Ага, окей. Вот. Ну, для меня это электричество, которое четко является источником и без всяких приколов знает. Это все я, это все односущие, ну и бла-бла-бла. Это все вечность, оно не обманывается. И вот это электричество двигается в теле. Вспомним то же самое метро. Темно. Электричество в теле имеет свою интенсивность. И оно напрямую связано с осознанностью. То есть, чем выше интенсивность электричества в нервной системе, тем проще вам быть внимательным, проще понимать, проще анализировать, проще размышлять, проще тут же осознавать, что чувствует ваше тело, почему, зачем, для чего и что оно хочет сказать. Чем выше интенсивность электричества в теле. Это как лампочки в метро. И интенсивность электричества хорошая, высокая, все освещено. Вы стоите, и вы уже сразу все видите, вы замечаете, вы понимаете, вы читаете надписи. Сразу становится все очень легко и просто. Это как у Марата. Дозу взял, погенерировал божественность, там, 2 минуты. А, точно! Это он осветил себе тоннель в метро. Вон там остановка. Блин, чего же я туплю? И вот это электричество, оно может снижать свою интенсивность за счет разных перенапряжений в теле на разных уровнях. Да, самая большая магистраль – это от головы к гениталиям, то есть по позвонку. Самая мега-магистраль. И она пережимается самым простым способом. Когда стыдно получать наслаждение. Это я имею в виду не только секс, мастурбацию и остальные вещи. Даже когда гладить себя стыдно. Когда вот просто ты на улице и погладить себя стыдно. А даже такие вещи, когда вы сидите в кафе, кушаете очень вкусный кусок торта. Все очень классно. И проходит за стеклом старушка. Такая вся сгорбленная. И у нас рождается чего? Чувство вины, чувство стыда. Как это я вообще тут кушаю? Я наслаждаюсь этим куском торта. Все. Вот весь кайф тут же исчезает. Стоит вселенной поместить какую-нибудь старушку. Непривидного, неприглядного такого состояния. Который еще смотрит на вас. Попробуйте при этом покушать, доесть наслаждением этот кусок торта. У кого получится? Ну у кого получится, доесть наслаждением этот кусок торта? О! Надо проверить. Вот это вот огромная есть разница между жалостью и состраданием. Жалостью и состраданием, да, кажется? Что случится, когда видят человека, который по образу и шаблону напоминает вам человека, который вроде должен быть слабым, да, или бедным, или нездоровым, или еще каким-то, в общем, с меньшей силой, чем у вас. То есть он глупее, он беднее. Ну по образу, да? То есть старушка какая-нибудь стоит такая, видно, что она глупее и беднее, а вы тут сидите и кушаете кусок торта. Сразу приоритеты расставлены, моментально. И включается внутри сначала часто стыд. Как я могу это кушать? Она же там тын-дын-дын-дын-дын. А на поверхности просто сразу и аппетит пропадает, и может нужно этой бабушке что-нибудь вынести. Либо с другой стороны, если очень задалбывали в детстве, тогда сразу агрессия на старушку. Чего она на меня смотрит? Иди уже дальше. И тоже пялишься на нее в зеркало. То есть вернее в стекло, в зеркало, да. И вот есть разница в восприятии других людей, других существ, да? То есть себя в отражении. Либо вы смотрите на человека, и вы понимаете, это сознание в теле. То есть у него есть огромная мудрость, огромная сила. Не важно, какой он опыт сейчас проходит. Он сам представляет из себя внутреннюю силу огромнейшую. Он там подписал контракт, предназначение, навыки. И учится, нарабатывает то, что ему надо. Либо он играет. Может, он вообще прикалывается. Стал там, сперился у вас. Что, тортик кушаешь, да? А вас заглючило. Может, какая-нибудь там богиня или какой-нибудь махаситх превратился такой, подошел, ну сейчас будем прикалываться. А то люди здесь такие зажатые в городе. Мне нравится эта практика с чистого видения, когда ты предполагаешь и пытаешься осознать и чувствовать, что мужчины — это там махаситхи, а женщины — это дайкини, то есть богини, боги и богини. Чтобы сразу приходило осознавание того, что все может быть не так, как мы видим глазами и даже предполагаем по шаблону. Так вот, эта разница, когда вы реально испытываете сострадание, это когда вы видите, что этот человек, у него огромнейшая внутренняя сила. Не важно, осознает он эту внутреннюю силу или нет, но вы понимаете, что у этого существа есть огромнейший потенциал, его внутренняя сила, его сознание. Он проходит свой опыт, он нарабатывает то, что ему нужно, чтобы заработать свои очки и полететь куда-нибудь на другую планету. Может, не на драконов, еще куда-нибудь. И тогда даже обращение к этому человеку будет выстраиваться уважительно, потому что вы сразу видите, это огромнейшая сила в теле. Да, выглядит она, как старенькая старушка, которая так на вас смотрит, типа, что ты жрешь кусок торта, ну как ты можешь? И тогда обращение к этому человеку будет другое. Либо когда проявляется жалость, а жалость — это неспособность увидеть внутреннюю силу какого-либо существа. Типа, ой, ты мой бедненький, какой нафиг бедненький, там сознание 1200 очков, у тебя там 400, оно там нарабатывает свои опыты, а ты подходишь такой, ой, ты бедненький. Какой я бедненький? Тут каждое существо — огромнейшее сознание, то есть как фракталы, да? Один узор повторяется во всем узоре постоянно, и оно не отрывно друг от друга. То есть ядро, как голограмма, присутствует в полной силе в каждом существе. Поэтому каждое существо имеет весь потенциал, как у вечности, как у изначальной энергии. Так же самое, как стены, ковер, стулья, люди. Для меня это так. И поэтому, когда вы способны понять, хотя бы понять или осознавать, что каждое существо имеет весь потенциал изначальной энергии, тогда вместо жалости к нему идёт интерес и уважение того, что он проходит этот опыт. Интерес к тому, как он это проходит, а как у него получается, а чему я могу у него научиться. Ничему мне тебе нужно научить, потому что ты маленький и глупенький, давайте денежку дам. Скажу тебе, можете, на работу пойти надо. А сразу идёт интерес другого характера, о том, чему я могу этого существа научиться, ведь это существо совсем с другим опытом жизни, совсем с другим путём, не таким, как у меня. Тишина. Так вот электричество. И вот это вот огромнейшее напряжение в теле по базовым вещам, таким, как простое нежелание или неспособность задумываться и осознавать, видеть, что каждое существо — это целая единица вечности, со своим сознанием, внутренней силой, опытом, путь, который это существо проходит. И тогда начинаются разные штуки. И жалость, и нравоучение. Сразу начинаете на зеркало натыкаться на своё. Как только вы не понимаете, что другое существо — целая вечность, вы сразу начинаете разговаривать сами с собой в зеркало. Так вот про электричество. Вот эти разные перенапряжения, как вот электрическая цепь. Спасибо папе за то, что он у меня электромеханик. Теперь я хотя бы понимаю хоть немножко, как это работает у меня в теле. Вот это электрическая цепь. Где идёт перенапряжение, там она пережимается, да, и если мы пустим больший ток, тогда там что-то перегорит. А вот так часто бывает, практики работают, работают, работают. Надо раскрыть чакры, сделать огонь там. Всё круто, делаешь огонь, и начинает что-то болеть. Реально физически начинает что-то болеть. Потому что там идёт перенапряжение. При большем токе это перенапряжение сплавляет не только тонкую материю, но и плотную. И начинает болеть ещё и физическая сторона, не только. Психика и ментал. Ну, в смысле эмоции и ментал. И вот представьте, что сегодня я буду говорить о теле как про электрическую систему. Есть перенапряжение, которое мы не видим, не хотим видеть, не хотим замечать. Они присутствуют в теле. То есть, например, моя теория основывается на том, что у тела и у психики как вот две монетки. Либо вот есть монетка у психики — это целостность. Другая сторона — это вот эта вот никому ненужность. Когда тут дыра, и ты сам себе не нужен, тебе тело не нужно, ты сам себя не видишь, свою внутреннюю красоту не осознаёшь, и тебе как-то пофигу на это. И совсем другая сторона монетки — это целостность. В моей теории это... Как же это правильно сказать? Стоит несколько базовых вещей понять, и монетка переворачивается в целостность. Очень легко и просто. Не надо 50 лет бегать и вот эти вот все штучки настраивать. Необходим просто опыт. Опыт телесный, и монетка переворачивается. Телесный опыт получается за счёт того, что две-три базовые вещи вы осознаёте, вы к ним приходите, вы их понимаете. Это рождается изнутри в теле, понимание этих базовых вещей. И психика переворачивается в состояние целостности. И не надо иметь себе мозги по 10-20 лет. Для меня так же само в понимании с телом. Но вот это я ещё нарабатываю, практикую, что естественное состояние тела — это необусловленность, то есть, в общем, вечность. И если некоторые базовые моменты, так же само, как с психикой, правильно прожить, вернее, глубинно прожить, тогда оно поворачивается на другую сторону. Ну, это то, что я сейчас делаю и пытаюсь доказать свою теорию. Но мы говорим про психику, про то, как использовать эти все понимания в быту. Вчера очень это было хорошо. Шаг назад и шаг вперёд в квартиру, из квартиры, и совсем два разных телесных и психологических состояния. Шаг назад — ой, так счастливо! И шаг вперёд в квартиру — что-то мне уже плохо. Это так очень просто. Получается, вы переступаете сюда, где, в общем-то, например, на улицу, вы идёте, вы уже выходите от своих родителей, вы с ними не будете взаимодействовать. И нервная система двигает ток по другим магистралям. Всё, вы чувствуете себя намного легче, проще, веселее, больше себя чувствуете собой. Стоит сделать шаг назад, и вы знаете, что сейчас мне нужно будет зайти в квартиру, вы уже это знаете. Электрический ток двигается по другим магистралям, потому что сейчас вы будете общаться со своими родителями. А там на магистралях родителей столько зажимов, что всё, что вы чувствуете, это «Ой, я уже устала, я только шаг сделала через порог, я уже устала, я, 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 наверное, пойду посплю». Только не общаться с папой, с мамой. Так вот, представим, что тело — это просто электрическая цепь. Есть пережимы напряжения, есть базовые вещи, базовые понимания, отсутствие которых в проживании тела приводит к тому, что этих напряжений, как цветов, очень много. Базовое проживание какой-то вещи есть, вернее, проживание какой-то базовой вещи есть, и все эти цветочки совсем по-другому цветут и пахнут, уже не напряжение, уже и радость, и счастье, и огонь, и творчество, и свобода. То, что мы вчера говорили про две платы, либо другой человек — ваш враг потенциальный, то есть вы все время ожидаете от него какого-нибудь подвоха, так же само от Вселенной воспринимаете. Какой-то подвох должен быть, ну не может быть так все просто, легко и радостно. А в контракте написано «просто, легко и радостно». И совсем и другая плата, когда другой человек — это просто другой я. И тут уже насколько я себя воспринимаю в вечном сознании, насколько я ценю себя, насколько я могу понимать себя и своё тело, ровно настолько я и воспринимаю другого человека. Оно и здесь работает, насколько ты себя воспринимаешь, настолько ты в другом это всё видишь и говоришь, «Ой, ты бедненький». То есть вот к зеркалу подходишь и говоришь, «Наташа, ты бедненькая». «Что? Кто сказал?» Это как уравнение, просто электрическое уравнение в теле. Эмоции и чувства повышают электричество, то есть интенсивность. Радость — это радость и торжество. Это два таких состояния, которые очень сильно повышают интенсивность электричества в теле. И поэтому за счёт них очень просто, быстро и легко найти, где начинаются перенапряжения. Радоваться не в смысле того, что «Я радуюсь». Ну где заметно, что «Я радуюсь»? Радость, она напоминает вот на пике. Радость на пике — это некоторая смесь холотропки и эмоционального такого наркотического подъёма. Когда вы такие «Офигеть! Вау!» 20 минут хотя бы в таком состоянии побыть, и начинаются перенапряжения хоть где-либо в руках, в ногах, сразу в голове мыслей куча. Или ты думаешь… И сразу начинаешь думать «Зачем я это делаю?» Записываем. «Ой, какой-то я какой-то фигней занимаюсь!» Записываем. Способность пребывать телесно в состоянии радости на пике — это пропускание электричества, как пробная проверка, где там у меня перенапряжение, где оно там. Я вот этого не вижу, поэтому я сижу и целый час радуюсь. Главное, чтобы никого рядом не было. Вот так можно кирпичом получить по лесу. Особенно если в общаге, наверное. Ну или сразу спросят, что ты выпил, курнул, поделись. Это всё с практической стороны буду объяснять. То есть я использую радость, ну, кроме того, что, по сути, это нормальное, естественное состояние радоваться. Офигительно, когда весь мир живёт, весь мир цветёт, но он же живой, он цветёт, он пульсирует, это офигительно. Но только мы этого не чувствуем, потому что радости, в общем-то, очень моментами, периодами. Нужно шарик подарить. Потому что она больше не хватает. А он там раз, сразу на напряжение заходит какого-нибудь, типа, ну всё, шарик, это уже 5 минут, шарик у меня уже 5 минут есть. Это уже не новое, радоваться нечему. Дайте мне что-нибудь ещё новое. Ну или когда там возлюбленного встречаешь, влюбляешься, вау, шоколадки, путешествия, вау. Вот насколько долго получится удерживаться в этом состоянии, вау. А вы после свидания приходите домой, переступаете порог, а там папа и мама врубается в магистраль. Ой, что-то я устала. И получается какая-то такая театральная постановка. Здесь я радуюсь, тут я еду вот так вот домой кое-как, но ещё от радости так хорошо прёт. Переступаю до порог дома. Это настоящий ад, а не семья. Вы что? Милый, можно я с тобой встречусь? Хоть уйти отсюда. Вечером, да, поздно вечером, да. Мне здесь очень плохо, пожалуйста. Пожалуйста, и цветочки, пожалуйста, обязательно. Выходите на свидание, снова классно, снова супер. А потом начинается быт этих свиданий, да, встречание, выяснение отношений, конфликт. Не дай боже, замуж выйдешь, там бытовуха сразу, всё. И снова та же семья, которая за порог, вы переступаете, и вот она у вас даже здесь. И вы такие, а где же мне теперь радость-то получать? Здесь жопа, и здесь жопа. Пойду налево. Ну, по сути, зачем мы гоняемся? За чувством счастья, правильно? А чувство счастья — это эндорфины, адреналин. То есть это прыжки с парашютом. Это там, не знаю, когда тебе дарят цветочки, там, просто идёшь по улице, чувак тебе подходит, типа, девушка, вы такая красивая, держите. И вы такие, офигеть, вау! И целый день восхищаетесь тем, удивляетесь. Боже мой, что он такого во мне увидел? Сразу же перенапряжение вызывается. Что он такого во мне увидел? Это нужно записать себе и подумать. А что такого в тебе? Нет. Нет, да. Ты что, полная уродина, что ли? Ну хорошо, кривые зубы, ну хорошо. Там, жирные волосы. Может, он в тебе внутреннюю красоту увидел. И тут записываешь, что вряд ли. Вот это всё реально бытовуха. Потому что мы гоняемся за моментами счастья. А когда мы счастливы, по сути, мы радостны. Ну представьте, счастье без радости. Кто-нибудь изобразите мне счастье без радости. Ну может, это духовное умиротворённое счастье. Да. А что вы смеётесь? Я счастлива. Не смешите меня. И хорошо, попребывайте вы в этом умиротворении сутки, твое, год. Это уже кома. А, самадхи называется. Всё правильно, самадхи. А что вам не нравится, меня прёт. В это умиротворение, которое мы все стремимся, чтобы оно естественное состояние телесного умиротворения, то после этих всех метаний за порог, через порог, налево, направо, туда радость получить, тут радость получить, здесь жопа, здесь жопа. Когда вот от этих метаний резко тебя вставляет умиротворение, всё, что хочется, да. Не трогайте меня. Потому что это когда эта платформа начинает работать, умиротворение, то есть вот в целостности, для меня в целостности это платформа умиротворения. После этой беготни необходим период, я это называю интеграции, когда эта платформа начала работать, и вот весь этот хаос, который сверху, он начинает балансироваться. Это умиротворение пропитывает все уровни постепенно, поэтому вначале вам даже разговаривать не хочется. И на вас кричат, вы на них так смотрите, будто у вас кома там уже неделю, а вы всё ещё руками двигаете. Даже двигать руками сложно, моргать тяжело, это же такой кайф, умиротворение. А люди к вам подходят и спрашивают, ты чего нерадостный, что с тобой случилось, да что с тобой происходит, может тебя к врачу отвезти. И тебе пофигу, ты просто сидишь. И оно напитывает все эти уровни, когда оно напитает и успокоит весь этот хаотический поток, который у вас был, это сюда, это сюда, а здесь, а здесь, а здесь, а здесь. Когда оно сделает эту перезагрузку, вот с этого момента начинается работа эмоций и чувств. И тут вы сидели целых там два года, ну очень жопно было все остальные 27 или 50, поэтому два года вы сидели в самадхе, восстановились. Резко открываете глаза, чтобы покушать такого. И начинается снова такая же жизнь, только без жоп. Потому что теперь у вас база умиротворения, она везде, она пропитала каждую вашу клеточку, все ваши магистрали в теле нервные, каждый ваш орган, всю психику. Ну два года просидеть вот так вот, представляете? Это при условии, что не раздражает, когда кто-то ходит рядом, хлопают двери, мотикают за окном, сигнализация всю ночь работает на стоянке. Это если это не задевает, то это то умиротворение. И тогда начинается и желание, и эмоции, и чувства, но уже с другой базы, из умиротворения. Вас уже не раздражают, у вас не рождается недовольство, чего там еще? Гнев, злоба, обида. Агрессия. Ярость будет, ярость будет. Агрессия и ярость, это же разные? Да, да. Поэтому, да, агрессивные проявления такие... А ярость — это чистая энергия, это чистое электричество. А агрессия идет из боли, из недопонимания себя. И эти реакции настолько стухают, настолько уходят, вам кажется, кажется, я прекращаю быть человеком, я перестала обижаться, что-то ненормальное происходит, я перестала раздражаться. Ну вот у меня так было. Происходит ситуация, которая обычно вызывает у меня вот такие реакции, но всегда это вызывало такую реакцию. Нету. Второй раз — нету. Третий раз — нету. Со мной что-то не так. У меня была такая мысль, со мной что-то не так. Ну как это? Ну вот в этой ситуации я должна была хоть немного испытывать раздражение, ну логикой даже, хоть чуть-чуть. Нету гармонии, умиротворение и такая нежность, типа, ну прикольно, а чего? Я сижу такая от себя в полной пространстве, а что со мной происходит-то? А оно телесно начало все пропитывать, и реально в какой-то момент ты идешь, и гармония в теле. Вот другим словом даже не скажешь. Просто в теле гармония, как будто музыку кто-то офигительную играет, невероятную, и она не успокаивается. Так, это я сейчас вам про электричество. Так вот, радость — это как начальный такой уровень, чтобы проверить, где у вас перенапряжение. Потому что торжество, ну торжество лучше включать тогда, когда вы уже немного поснимали все эти штуки, ну вернее поняли базовые вещи, оно там попустилось все. Ну если вы можете там час генерировать радость такую, офигеть, вау, будто вам каждые две минуты дарят то Феррари, то книжку, то квартиру, то у вас ребенок второй, третий, пятый, десятый рождается. То есть, если час у вас получается, то радость на пике генерировать. Попытайтесь генерировать торжество. Торжество! Это такая штука невероятная. Вот она реально невероятная. Вы уже практикуете, да? Копичные стены. Копичные стены. Даже сложно, так сказать, про торжество. Это когда... Это даже... Я училась генерировать торжество в какой-то период, это было обалденно. Я нашла картинку, которая вызывает у меня это чувство. То есть, можно найти картинку или ситуацию вспомнить в жизни, когда вы испытывали торжество, потому что вот это слово даже сложно описать. Торжество, это что такое? Сейчас, наверное, я тогда пойду через нервность и благодарность, и где-нибудь в ярости дойду до торжества. Наверное, где-то так. Ну, потому что торжество, оно включает в себя некую ярость, именно вот такую огромнейшую силу, как у грозы, и при этом радость изнутри, и огромнейшую нежность и умиротворение вместе. То есть, это как будто вы внутри себя делаете коктейль, причем не для кого-то другого, вы для себя этот коктейль делаете. Вы же сами и наслаждаетесь этими чувствами. Вы их смешиваете, выпили с утреца. Классно, вставила, пошла дальше. Круто. Заходите в маршрутку и начинаете генерировать там нежность, ярость, еще что-нибудь. Смешиваете, смотрите на глаза офигевающих людей рядом и думаете, о, кажется, все нормально, все правильно делаю, все круто. Вы наслаждаетесь этим, не кто-то другой, потому что до кого-то другого еще нужно достучаться, там, обходить его, там, эй-эй-эй-эй, привет-привет-привет, а как ты поживаешь, там, ммм, погладила его, пока он расслабится, чтобы почувствовать вашу нежность. Вы что, издеваетесь? Вы в первую очередь только для себя это генерируете, и нежность, и радость, и ту же самую ярость, потому что это с утра очень пробуждает. Не можешь проснуться, генерируешь ярость, аж подрываешься с кровати. То есть это все инструменты, которые вы используете. Интересно, как я сегодня буду чувствовать прохождение времени? Вчера вообще две минуты, а оказалось два часа. Так вот, из моего опыта невероятные два ключа внутри эти, 8 их много получается. Есть благодарность и есть нежность. Можем начать с чувства благодарности или нежности. С чего начать? С благодарности. С благодарности, ну хорошо, видите, с благодарности. Окей. И мысли путаются. Сейчас я выпью немножко. Ты такой серьезный. Сонный? Опять сонный? Офигеть. Это когда было на внутренней силе, помнишь, в Запорожье на силе? Тоже была сонность. Так, благодарность. Помните в своей жизни моменты, когда вы искренне были благодарны за то, что вам подарили там Тетрис, ноутбук, машину? Нет, машину нет, ноутбук нет, Тетрис. Кому-нибудь дарили Тетрис. Сейчас главное, актуально. Нет, именно в детстве, когда Тетрис, это прям как сейчас, не знаю, там, PSP вторая, PlayStation или еще что-то. Фотоаппарат. Фотоаппарат. Вот когда в вашей жизни произошел момент, что-то вам безвозмездно подарили, и вы такие, спасибо большое за фотоаппарат. Спасибо большое, оставляем за фотоаппарат, отставляем в сторону. Нам нужно чувство, которое просто за то, что этот человек есть, есть у него бабло, дарит ли он вам фотоаппарат, нет у него бабла, он очень грубый. Неважно, вот эти вот моменты уже не важны, что у него есть и что он делает, уже не важно. При благодарности важен один момент, это существо есть. Вот за это спасибо, за то, что оно есть, за то, что у него есть, это тоже нас не волнует. И за то, что он делает с тем, что у него есть, нас тоже не волнует. Нас волнует один момент. Это существо есть, и вот к этому моменту нужно испытывать благодарность, попытаться, ну хоть как-то логически для себя объяснить, что это немного разумно, адекватно. У меня был такой момент в жизни, я очень люблю выходить на спортивное поле, сеть на колесах, у нас огромное спортивное поле, и изучать людей. Вы чего смеетесь? Ну а что еще на спортивном поле можно делать? Есть детская площадка, есть спортплощадка, есть футбольное поле, садишься и наблюдаешь, смотришь на невидимых, на нормальных людей. И в какой-то момент я сидела и размышляла, как вообще это воспринимает Вселенная, как она вообще это видит. И проходила какая-то старушка, она была такая сжатая, жесткая. Я такая, ну блин, как Вселенная ее воспринимает? Как она вообще это все воспринимает? И в какой-то момент, ну это было год, три назад, наверное, да, или два, и в какой-то момент оно так все сместилось, и просто видишь пространство и сияющие огоньки. Пространство и сияющие огоньки. И огромнейшее чувство непостижимой благодарности к тому, что эти огоньки просто есть. Есть, этот огонек есть, ни лиц, ни имен, ни того, что мы делаем, ни того, что у нас есть или не есть. Просто, что у нас горит огонь внутри. Благодарность к этому моменту, что есть, 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 и этот есть, и этот есть. Офигеть! Непостижимость этой благодарности, которая вот тогда у меня на спортивном поле родилась, я хоть примерно поняла, как это воспринимает Вселенная. То есть это было еще до момента, когда тело начало чувствовать вместе со мной все это. То есть сам момент того, что когда вы работаете со своим телом и генерируете благодарность к своему телу просто за то, что оно существует, работает намного быстрее и глубже, чем за то, что оно вам сейчас скажет, за то, что оно отлично сходило в туалет, за то, что у него хорошие зубы, за то, что отличные волосы, за то, что вы просыпаетесь утром до звонка, или там, не, даже будильник прозвенел, а вы все равно проснулись, не за какие-то вещи, которые делает тело, а просто за то, что тело как единица, как вот этот вот маленький огонек, оно существует. Оно просто существует. Оно просто существует не потому, что вы играете в этом теле, не потому, что вы с ним партнеры, не потому, что вы вместе воплощаетесь, а просто потому, что оно есть. Вот есть оно. И к этому моменту генерировать, испытывать огромнейшую глубину благодарности. Потому что если бы тела не было, этого бы всего не было, мы бы не могли это чувствовать. Просто за то, что это есть. Потому что если бы этого не было, в мире не стало бы целого одного тела. И еще одного, и еще одного, и еще одного. Представьте, что мир стал бы беднее просто от одного тела, от исчезновения одного тела, неважно какого. Больного, здорового, богатого, бедного, с кривыми зубами, со здоровыми зубами. Вот это вот глубина благодарности, когда мы способны осознавать, понимать, что благодаря тому, что вот в этой вселенной невероятной существуют просто пазлы. И именно благодаря тому, что эти пазлы как-то соединяются вот так, вот так, вот так, вот так. Я называю это танец. Пазлы взаимодействуют, двигаются дальше, резонируют друг с другом. Происходят невероятные судьбоносные встречи, события. Каждый человек чувствует, проживает опыт, думает, размышляет, творит. Столько всего происходит каждый момент, каждый день. И если бы не было тела, этого всего бы не было возможно, потому что тело еще испытывает чувства и эмоции. Тело взаимодействует, резонирует, испытывает единство со Вселенной, с планетой, с нами, с сознанием. Помогает нам исполнить предназначение, наработать очки и полететь на Орион. За то, что тело просто есть. И точно так же, когда мы понимаем для себя, что вот без этой частички, без того, что она просто существует. Не без того, что, например, у человека длинные волосы, а вот у него теперь ежик, он такой крутой. Вот если бы у него были длинные волосы, было бы не то. Вот спасибо, что у тебя ежик. А к тому моменту, что эта единица есть, на этой игровой доске эта единица есть. Если бы не было именно этой единицы, это была бы другая игра. Потому что каждый из нас приходит со своим предназначением, со своей мечтой, то есть со своим огнем внутри. И мы делаем каждое своё решение, свой выбор относительно своего опыта, не только этой жизни, но и всех остальных общих жизней. Мы делаем свои шаги, свои решения. Мы чувствуем по-своему разный спектр эмоций. Соединяем, делаем эти коктейли по-особому своими, со своим привкусом. Вот каждый человек для меня ощущается на языке и в носу, как запах, как привкус. Это очень классно, поэтому я люблю сидеть на спортивном поле и изучать людей, потому что каждый пахнет по-своему, как энергия. И поэтому благодарность за сам тот момент, что это есть в игре. Потому что убери это, игра будет другая. Убери это, игра будет совсем другая, а вместе с этими элементами оно невероятное. И без них оно будет невероятное, но без них это будет по-другому. И когда вы смотрите на себя в зеркало, попробуйте посмотреть на себя именно с этого фокуса. Без вас в зеркале вся жизнь, вся Вселенная играла бы по-другому. Вы вносите свой особый спектр, свое качество, свое ощущение, свой опыт. Это не значит, типа, того, что, а если бы меня не было, то был бы кто-то другой, кто внесет этот опыт. Естественно. Они и сейчас есть, и каждый вносит свой спектр опыта. И да, вас можно заменить. Но это цинизм. Потому что каждый неповторим и уникален. Это очень сложно, потому что обычно в соцсуме это воспринимается. Ты что о себе говоришь? Ты что о себе думаешь? Это у тебя какая шкала гордыни? Ты вообще к Лазареву на Санге ездила? Что значит уникальное и неповторимое? Мы одно сознание. И здесь мы едины. Но мы воплощаемся в телах. У нас есть свое индивидуализированное, страшное слово, восприятие, преломление этого одного сознания в каждой игре. Когда мы смотрим просто на себя в зеркало, один день от другого дня очень отличается капитально. Сегодня смотришь на себя, круто, завтра посмотришь, фу! Только один день отличает наши реакции. Каждый из нас неповторим. Для меня это как алмазы. Мне так нравится эта фраза, и в каком-то древнем трактате кто-то говорил, что люди как алмазы. Каждый алмаз среди алмазов. То есть, когда падает свет, каждый отбрасывает свой неповторимый узор, спектр. Вот миллиметр туда. Это как поле с ромашками. В общем-то ромашки, в общем-то 20 километров ромашек. Все одно и то же. Скучно. Не скучно. Потому что каждая ромашка неповторима и уникальна. И лепестки у неё вроде все те же самые, но другие. И у этой свои, и у этой свои. И здесь лепесток так растёт, и здесь так. Умение ценить. Ценить вот эту вот уникальность и неповторимость опыта, сознания, жизни, решения, эмоций, чувств в первую очередь у себя. И тогда получится ценить это у другого человека. Потому что если мы смотрим на себя в зеркало и думаем, что-то я сегодня никак выгляжу, да, пойду накрашусь. Два килограмма макияжа. Это же разница есть. Если у нас не получается ценить себя просто, когда мы утром просыпаемся, когда мы выглядим просто как жопа, да, сразу понятно, смотришь на себя в зеркало, жопа. Так вот, если у нас не получается ценить себя в этом положении, так о чём можно говорить дальше? Кого мы сможем ещё ценить? А если мы не можем ценить, то какое чувство нежности и любви будет проявляться? Бартерная. Ты мне, я тебе. Ты мне два килограмма макияжа, я тебе. Или нет, у меня два килограмма макияжа, отличная одежда, а ты мне машину и поездку на Гавайи. Очень так даже ничего. Так, вот сейчас мы сделаем перерыв на 10 минут до следующего чувства. Спасибо. 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 Спасибо.